Да, благоустройству центрального парка быть, причем ремонт, судя по всему, будет масштабным. Сейчас в конкурсе на лучший проект могут участвовать архитекторы из разных городов и даже стран. Причем организаторы даже наоборот заинтересованы, чтобы привлечь к участию не только местных специалистов. Приз внушительный – это почти 2 миллиона рублей на полную разработку концепции преображения парка Горького. И вот чтобы участникам этого конкурса было немного проще ориентироваться в интересах жителей, сейчас на сайте его, вы можете увидеть вот здесь, запустили специальный опрос, где люди могут оставить свои пожелания, что они бы хотели изменить, добавить или обновить в парке Горького. Среди вариантов, которые предлагают в анкете, это сделать в парке Wi-Fi, обновить здесь уличную мебель, поставить новые кафе, выделить специальные площадки для катания на роликах и велосипедах и обустроить видовые площадки. Но каждый может написать свой вариант в отдельную графу. Так вот, чтобы красноярцы в эту самую графу написали, чего они хотят видеть в парке Горького, об этом мы сегодня и решили их спросить. Нужно просто зонирование переделать. Здесь очень много крутых активностей, типа детской железной дороги. Это уникальная вещь. Но я не видела в других парках России такого. Я бы это точно оставила. Колесо обозрения, без него парк не парк, конечно же. А всякие батуты, по-моему, это жупел какой-то. Во-первых, это не гигиенично, во-вторых, это очень небезопасно. Я бы поэтому от этого сразу и с легкостью избавлялась. Может быть, стоит сделать больше мест, вот как там, вот там, такие вот небольшие мини-парки, там что-то варь из сада такого, то тоже здорово смотрится. Фонтаны, наверное, еще поставить. Больше площадок для маленьких совсем детей. Чтобы вот таким детям больше, а то только с сопровождением взрослых до 12 лет. Ну а так остальное все устраивает. Весь город уже другой мебелью обставлен. Везде столики, комфорт. А здесь у нас 50-е годы царствуют. Ну, 70-е. Поскольку в парке хорошая атмосфера, мы здесь дышим, отдыхаем. Мы принимаем этот вариант. Но очень сожалеем о том, что сюда не заглядывают люди, от которых зависят изменения. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы все туалеты были непосредственно, конечно, открыты. Вот. Тем самым неудобства некоторые. Сейчас будем, конечно же, искать открытые. Вот я сейчас сижу, музыку слушаю, тоже неоднократно обращались люди, что говорят, ну, сделайте, чтобы звучала музыка-то российская. А ведь, смотрите, с утра до вечера, во-первых, очень громко. Всегда хочется, чтобы где-то найти уголок, где можно было отдохнуть. Люди в лес, скажем, идут в парк для того, чтобы отдыхать, потому что компьютер, телевизор дома. А здесь вот постоянно по ушам бьет. Конечно, надо от этого избавляться. Сделать побольше туалетов, поставить новые фонтаны или вот, например, обновить уже старую брусчатку. Это лишь небольшой список пожеланий красноярцев, которые они сегодня нам высказали. Я думаю, что, конечно, все это учтут разработчики проекта благоустройства. Ну, а если у вас есть что добавить, то вы можете сделать это на том же сайте еще до 25 августа. Софья Питеркина, Новости ТВК.